Сегодня память Тихонской иконы Божьей Матери, уявшихся на севере Русской земли, в пределах Новгородских, близ Ладожского озера. А сначала над водами самой Ладоги, Ладожского озера, уйдя из Константинополя при императоре Иоанне, Пятом Палеологе. Но неисповедимая судьба Божья в XIV столетии причисто двинулась от Константинополя и пришла на Русь, причем в пределы Новгородские, которые тогда были густо заселены. И христиане, христианство были, спасались во Христе с великим страхом Божиим, в трудах и подвигах. Так что в это время уже земля Новгородская была северной Фиваидой, процветшей. И ее видели рыбаки, рыбари в своих челнах над Ладожским озером. В те времена еще не было никаких каналов в обход Ладоги, которые бы защищали бы этих рыбаков от бурь и потоплений. Они страшно рисковали, так как нет на земле более опасного озера, чем Ладожского. И среди этих волн увидели причистое и взмолились ей. Знали, кого увидели. Были просвещены. Без всякой вот этой самой катехизации пресловутой. Были просвещены. И увидели, и узнали причистое. Далее, и это стало известно. Далее увидели ее в селе Вымоченица, на реке Паша. Падающий в Ладогу, где она также явилась на воздухе. Далее увидели ее на реке Тихонке. В притоке реки Паятия. В правом южном притоке реки Волхов, впадающий в Ладогу с юга. Мы уже говорили о том, что современные русские этим ни о чем вообще не говорят. Паша или Аять так самолеты иногда посмотрят на Ладогу, да и то ее не узнают. Места Тихо пришли в запустение, особенно после строительства Волго-Балтийского канала, который совершенно изгваздал эти места, уничтожил их, затопив или подтопив эти самые места, пустив реки вспять, как делали большевики всегда. И Свирь, мы знаем, превратилась в русло канала, и Шексна превратилась в русло канала. Белое озеро само превратилось в русло канала, но об этом руске люди не знают. Они затопленную Волгу продолжают считать Волгой, строят на ней свои коттеджи, особняки. Поселок на Волге, хотя это не Волга. Это водохранилище, в которое оно превращено. А Волга там, под водой. Это образ того, что произошло с душами русских людей. Зона затопления. Они как бы под водой находятся. Плохо слышат, плохо видят. И если им не дать помощи, они захлебнутся и задохнутся. И вот эта помощь, она и ныне, и днись та же, что и тогда. Помощь причистых. Помощь угодников Божих. Она в том, что в душу стучится страх Божий ответа на том свете. Мытарский. И на страшном суде. Вот о чем думали наши предки. Вот чего боялись. От этого была братья и сестры при краткости их жизни необыкновенная легкость и быстрота. Когда они видели, причистую на воздухе, например, в селе Вымчениц и дальше на реке Тихвинка, они что делали? Мгновенно рубили лес. Среди летней страды, среди... Жатвы. 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 И они были в поле. И вот среди жатвы они бросали работу не в пример нынешним русским. Можете себе представить? Они на севере, которые сеяли хлеб в поте лица своего и зависели полностью от милости Божьей. Полностью зависели. Даст Бог дождя или не даст? Они выживут или не выживут? И уберут или не уберут этот хлеб? И вот в этом селе Вымчениц одно название, о чем говорит. Что мокрое село было. Часто дождишко. Часто затапливало. И вот между тем братья и сестры, послушайте меня, пожалуйста. Что они сделали? Надо учиться этому. Этой мгновенной реакции. Оно это всех касается нас. Мгновенная реакция должна быть. На покаяние. На всякое слово неправильно произнесенное. На службе реакция должна быть. Чтоб службу знать. Чтоб вовремя все делать. Молчать вовремя. Петь вовремя, например, кто на клиросе. И здесь они мгновенно стали рубить лес. Зачем? Могли просто помолиться? Нет. Затем рубить лес, чтобы мгновенно построить из этого леса сруб. Об один день. Обыденная церковь. Многие знают в Москве церковь Ильи обыденную. Что это за церковь? Которая стоит каменная на месте обыденного храма. Деревянного. Который был построен об один день. Отсюда название обыденное. Можно ли построить храм за один день? Можно. Можно. Если Бог даст. Действительно, им Бог продлевал время. Солнце, можно сказать, в зените стояло. Как в Библии мы читаем про Иисуса на вину. И они успели до заката поставить сруб. То есть срубить часовню ради того, чтобы Владычица Небесная сошла в эту часовню и упокоилась в ней. А в другом месте успели только срубить лес. Но Владычица много мест переменила в этих пределах Волховских, Новгородских, этих притоках рек Паша, Аять и Тихвинка, и Свирь, и другие малые и большие реки. И благоволила, например, заготовленный лес перенесла на другую сторону реки. Строили часовню, строили даже и храм. Видя, что Владычица на Небе, а здесь на земле уже храм готов. Обыденный. Об этом нам повествует твердое сказание о явлении иконы. Пока, наконец, она не благоволила этот лес принять, перенеся на другой берег Тихвинки, и там был основан монастырь. То есть, русские люди не скупились, не дорожили временем своим, дорожили временем своим, и приносили в жертву его, приносили в жертву его, Господи, не так, как сейчас. Не приходят и на Дун, и на Десятые, и на Великие праздники. Из-за того, что работают, из-за того, что с детьми сидят, и так далее, и так далее. Об этом стыдно говорить. И вот, не по этой ли причине ушла от греков и пришла к русским. Потом, как известно, опять ушла от русских. Но нам дано покаяние. Мы будем его приносить Господу Богу. Оно стоит в том, чтобы те дела Богоугодные, покаянные, которые Бог кладет нам на сердце, не тянуть с этими делами. Не тянуть. Для этого нужно самоотвержение. Для этого нужно мужество, святая вера. Этот дар Божий. Нет людей доем. Для этого нужен трепет, трепет крайний. Всповедование самых малых грехов. Чистота, целомудрия, доброта, бескорысты, милостыня, тайная и явная. И молитв. С праздником вас, дорогие братья и сестры Тихвинской иконы Божьей Матери. Аминь. Спасибо, Господи.